Пружина альткоинов, которая сжималась долгое время, готова разжаться в любой момент. И когда это случится, мы увидим, как криптовалюты по всему рынку будут расти в 5, 10 и даже в 20 раз, словно грибы после дождя. В этом видео я расскажу, что происходит с альткоинами, а также покажу, какие альткоины я покупаю прямо сейчас. Помни, что это ни в коем случае не финансовый совет, а я всего лишь обычный парень в интернете, который собирает публичную информацию и подает ее в одном удобном видео. Предыдущее видео про альткоины набрало более 7000 лайков, и это нереально круто. Давай повторим такой же успех и на этом ролике. Большое спасибо за поддержку. Теперь посмотри на рыночную капитализацию всех криптовалют, кроме биткоина и эфириума. Структура выглядит нереально перспективно. Мы только что пробили этот многолетний уровень сопротивления. Как ты видишь, мы вышли за его пределы. Если этот пробой завершится успешным ретестом, то мы можем пойти тестировать отметку уже на этом уровне сопротивления, который длится с февраля 2018 года. Это рифмуется с фигурой чаша с ручкой, о которой мы уже говорили. Сначала золото ее отыграло, затем биткоин, а теперь мы видим, что и альткоины готовятся отыгрывать точно такую же фигуру. Тоже ждет и альткоины, что уже было с биткоином. Также, если мы рассмотрим уровни Фибоначчи, то они показывают отметку как минимум в 1,63 трлн долларов капитализации для альткоинов, кроме биткоина и эфириума. Именно это и является целью среднесрочного движения. Красота этой математики заключается в том, что чем позже произойдет этот подтвержденный прорыв, и чем дольше после него мы пробудем в консолидации, тем выше будет эта цель. За последний месяц рыночная капитализация всех альткоинов, кроме эфириума, выросла на 45,5%. И мы уже видели монеты, которые дали 2-3 икса на этом росте. А теперь представь, что будет, когда мы оседлаем эту новую среднесрочную цель. Это рост на 105%. Что будет с альткоинами в таком случае? Подумай об этом. А теперь я приведу пример для тех, кто говорит, что сейчас все деньги уходят в биткоин из-за спотовых ETF. Это уже совсем не так. Посмотри на эту свечу на этой монете. 3 икса за 6 дней. По 50% роста каждый день. А ты еще восхищаешься ростом биткоина за последний месяц? И это при том, что альткоин-сезон едва ли начался. Посмотри на объемы, на которых произошел этот рост. Это буквально слезы. Даже здесь они были больше. Сейчас потенциал альткоинов настолько огромен, что никто не может в него поверить. Это так же, как никто не мог поверить в то, что биткоин будет стоить 100 тысяч долларов. Но сегодня от этой отметки нас отделяет всего лишь 6 тысяч долларов. Я просто хочу, чтобы как можно больше людей сейчас осознало. Альткоины готовят настолько взрывные движения, что биткоин померкнет на их фоне. Не только из-за технических показателей, но и из-за социальных и фундаментальных. И инсайдеры, маркетмейкеры собираются сделать много денег на этом. К сожалению, большинство людей будут держать альткоины лишь тогда, когда они приблизятся к своему пику. Но не сейчас. Так же, как еще одно доказательство этого. Эта монета взрывается на 300% на фоне растущего доминирования биткоина. Доминирование биткоина достигает 61%. А некоторые альткоины уже делают 2-3 икса. Я хочу напомнить тебе, что происходит, когда доминирование биткоина обваливается на 50%, как вот здесь, например, в 2021 году. Мы были на отметке около 74% доминирования. А затем доминирование обрушилось до 40%. Вот что было с капитализацией альткоинов тогда. Она выросла с 30 миллиардов долларов до более чем триллиона долларов на пике. Это гигантский рост практически в 40 раз. Очень важно отметить, что капитализация альткоинов не начала расти после обвала доминирования биткоина. Она росла во время падения доминирования биткоина и достигла своего пика тогда, когда доминирование биткоина упало до 40% и нашло там дно. Итак, если биткоин достигнет 120-125 тысяч долларов, а затем упадет приблизительно до 85 тысяч долларов, это может привести к слому вот этой линии поддержки. После чего мы полетим вниз, пока не найдем поддержку уже в этом диапазоне. Это приведет к тому, что доминирование биткоина спустится как минимум до 48-49%. Как ты думаешь, что произойдет с альткоинами в таком случае? Скорее всего мы увидим движение, подобное вот этому. Мы можем увидеть нечто подобное. На графиках все написано. Просто смотри на данные, что произойдет, когда в рынок альткоинов зайдут дополнительные 600-900 миллиардов долларов. Мы увидим 4 икса, 5 иксов, 6 иксов. Я очень консервативно и реалистично подхожу к этим вещам. Возможно мы увидим 20-30 иксов, но для себя я ставлю более приземленные цели. От 4 до 6 иксов для монет с рыночной капитализацией около 1 миллиарда долларов. Теперь я хочу обратить твое внимание на двухлетнюю доходность по ценным бумагам США с фиксированным доходом. И сейчас мы видим, что облигации приближаются к большой линии сопротивления, которая тянется с 2023 года. И если мы оттолкнемся от нее вниз, то альткоины перейдут в баллистический режим. Просто потому, что люди будут искать варианты с лучшей доходностью, чем падающая доходность облигаций. И рисковые активы обычно прежде всего попадают в фокус зрения этих инвесторов. Еще один фактор для альткоинов это их локомотив, эфириум. Сейчас его график это чистейшей воды, бычий флаг. Как пишет этот трейдер, очевидный бычий флаг. Так, угадай, где мы видели такой же бычий флаг совсем недавно? Ну, конечно же, на графике биткоина. Вот он. И посмотри, к чему привел подтвержденный прорыв. Мы улетели вверх. То же самое может ожидать эфириум при выходе из этого бычьего флага. Биткоин после того, как вышел из этого флага, вырос с 69 тысяч долларов до 94 тысяч долларов. Это означает, что эфир следует за биткоином по пятам. И если это продолжится, то его целью в текущем цикле могут стать шокирующие 12 тысяч долларов. Обрати внимание на этот график цены эфира и индикатора RSI. Мы находимся буквально вот здесь, на дне этого индикатора. В последний раз такое же дно было вот здесь, в 2019-20-х годах. Посмотри, где тогда была цена эфириума и что произошло после этого. Пик цены эфириума вот здесь наступил тогда, когда RSI достиг 90-100 пунктов. Где мы находимся по RSI сегодня? На самом дне. Поэтому, скорее всего, вот это дно вот здесь, в котором мы сейчас торгуемся, является таким же дном, как и вот здесь в 2019-20-м годах. Пик цены эфириума наступит тогда, когда этот индикатор превысит отметку хотя бы в 90 пунктов, а еще лучше достигнет 100 пунктов. Поэтому, скорее всего, у эфириума здесь огромный потенциал для роста. Как пишет этот трейдер, памп эфириума будет даже больше, чем у биткоина. Предложение достигло 6-летнего минимума. Большие институты строят на нем, и активность в его сети растет. Сейчас продолжается фаза консолидации, и как только она закончится, произойдет прорыв. 12 тысяч долларов за эфир буквально запрограммированы в этом цикле. Обрати внимание на эти два графика. Вверху синий график – это количество эфиров в процентах от общего предложения, которые застейканы. Черный график – это цена эфира, и мы видим, что застейкано практически 29% всех доступных монет эфира. При этом это число постоянно растет, и сейчас этот график достигает исторического пика. А внизу мы видим доступный резерв эфиров на биржах, который только и делает, что падает и падает. Мы уже видели подобное на биткоине. Биткоин-резервы на биржах опустошались с ужасающей скоростью во время вот этой фазы 8-месячной консолидации. К чему это привело? К шорт-сквизу, кризису предложения. А это означает только одно – эфириум ожидает колоссальный шорт-сквиз. И когда это случится, альткоины, наконец, взлетят по-настоящему, так же, как и в 2021 году. Но какие альткоины покупать? Для начала хочу тебя предупредить, особенно если ты новичок. Криптовалюты – это очень рискованные инвестиции. 95% альткоинов в будущем неизбежно умрут. Графики монет могут резко обваливаться из-за обстоятельств, на которые мы никак не можем повлиять. И зачастую даже жирные монеты могут обвалиться. Например, Терра Луна, которая весила 40 миллиардов долларов, обвалилась практически до нуля, буквально за один день. Иногда случаются те обстоятельства и события, которые мы не можем предвидеть. Теперь, когда мы это знаем, перейдем к монетам, которые могут себя хорошо проявить. Прежде всего, это монеты, которые связаны с искусственным интеллектом, рендерингом данных и так далее. Дело в том, что 20 ноября Nvidia, локомотив искусственного интеллекта, отчитается о доходах. Если этот отчет будет хорошим и инвесторы позитивно его оценят, то монеты ИИ могут выиграть от этого. Мы можем увидеть взрыв этих монет. Nvidia за этот год выросла так, что это даже смешно. Возможно, пик акций уже близко, учитывая, что инсайдеры продают их. Хотя, я думаю, они еще способны немного подрасти, особенно на хорошем отчете о доходах. Но в любом случае, Nvidia выглядит так, как будто достигла как минимум локального пика. Поэтому, в случае хорошего отчета о доходах, мы можем увидеть ротацию капитала из Nvidia в монеты ИИ. Из таких монет мне нравятся Fetch.ai, Render, NERProtocol и другие. Про RenderToken мы недавно говорили. Мы ждали подтвержденный пробой этой фигуры и, кажется, дождались. Вот он. Несколько свечей подряд на дневном графике подтвердили, что эта линия сопротивления превратилась в поддержку. Именно поэтому мы полетели к первой своей цели вот здесь. Значит, прорыв уже произошел. Если говорить про NERProtocol, мы видим, что мы находимся как раз таки в стадии подтверждения этого прорыва. А значит, NERProtocol отстает от рендера. И рендер может нам подсказать, что будет дальше с NERProtocol. В случае, если NERProtocol продолжит следовать за рендером, его может ожидать цель в 7,8 доллара. Fetch.ai, в свою очередь, выглядит отстающим уже от NERProtocol. А значит, нам нужно для начала хотя бы прорвать этот уровень сопротивления и попробовать протестировать его на предмет поддержки. Если это удастся, мы полетим дальше по примеру рендера. Все достаточно просто. Но эти альткоины я покупал еще 8 дней назад. Но на днях я докупил еще 10 альткоинов в свой портфель. И планирую фиксировать прибыли с них уже на протяжении 6-12 месяцев. От 300 до 400 процентов. Когда мы увидим прорыв из этого паттерна, чаша с ручкой для альткоинов, многие из них дадут от 3 до 4 иксов минимум. Я подобрал для себя 10 альткоинов, но я не буду останавливаться на каждом из них надолго, так как подбирал их по одному и тому же принципу. Кстати, совершенно забыл сказать, что все эти монеты я накапливаю на бирже ОКЕКС. Хотя кроме ОКЕКС я пользуюсь Байбит, Битгет, Гейтайо, Кукоин. Но в последнее время заметил, что чаще всего сижу именно на ОКЕКСе. Но за аэрдропами охочусь на Гейтайо. А Бинансом не пользуюсь вовсе. Не знаю почему. Это если мы говорим про централизованные биржи. Но чаще всего я сижу, конечно же, на дексах, вроде Бёрд Ай, где торгую мемами на Солане. Во-первых, многие альткоины прямо сейчас на недельных графиках рисуют чашу с ручкой. Обязательно ищи подобные сетапы для своих альткоинов. Например, ВИЧЕЙН или ВЕТ. Такие формации трудно игнорировать, настолько они очевидны. Это все равно, что игнорировать биткоин, когда он был еще на стадии накопления вот здесь. Также на трехдневном графике мы видим падающий клин, из которого цена уже успела выскочить. А значит, следующей целью является вот это долгосрочное сопротивление, которое тянется с 2021 года. Прорыв этой многолетней линии сопротивления может привести к росту на 300-400% в среднесрочной перспективе. Но кроме этого, что еще важнее для меня, это паттерн двойного дна, как на графике цены, так и на объемах. Он выглядит как буква W и сигнализирует о том, что продавцы слабеют, а покупатели наоборот обретают силу. Таким образом, мы можем получать мощные сигналы на разворот тренда. Первый минимум фигуры W вот здесь указывает на сильнейшее давление со стороны продавца. Второй минимум не достигает такой же глубины, как первый, что говорит нам о том, что медвежий импульс ослабевает. Как только цена преодолевает уровень сопротивления, созданный этими двумя впадинами, вот здесь, и закрепляется уже над ним в качестве поддержки, W-образный разворот подтверждается, и цена улетает вверх. И я вижу это на графике V-Chain и на цене W, и на объемах W. Как только мы пробиваемся выше этого сопротивления, о котором мы только что говорили, вот оно, нас ожидает рост. Поэтому ищи сочетание трех факторов. Чашу с ручкой на недельном графике, прорыв из падающего клина и устремление к многолетнему сопротивлению на трехдневном графике, а также W-образные развороты на недельном графике цены и, что самое главное, объема тоже. Такие альткоины, скорее всего, имеют потенциал 300-400% на среднесрочной перспективе, особенно когда все условия, о которых мы говорили в начале видео, исполнятся. Я подобрал 10 таких альткоинов и купил их на небольшие для себя суммы. Цели от 3 до 6 иксов на среднесрочной перспективе. Вот, например, Гала показывает такие же W-паттерны. Лупринг показывает такую же картину. Ориджин протокол. Сразу же в глаза бросаются эти W. По таким же принципам я подобрал еще 6 монет. Акала Нетворк, Комода, Сент, Мана, Кава и Кёрв Финанс. Не буду останавливаться на каждой из них, но если ты откроешь эти графики, ты сам все увидишь. W и на цене, и на объемах. Надеюсь, ты понял три условия для подбора альткоинов, которые я использовал. Применяй их для своих поисков. И я думаю, ты преуспеешь в накоплении правильных лошадок перед грядущим взрывом альткоинов. Пока еще не поздно. Если видео было полезным или интересным, не забудь поставить лайк. Я очень стараюсь делать эти видео каждый день, потому что понимаю важность этого момента. А значит, нам нужно быть на связи практически постоянно. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok